Привет! Меня зовут Таня, добро пожаловать! Сегодня мы с вами разбираем мой новый заказ с сайта iHerb. У меня здесь стоит большая тяжелая коробка, я даже не буду ее поднимать целиком, потому что она реально тяжелая. И у меня здесь совмещено два заказа, кое-что мне пришло уже давно, кое-что я получила прямо вот буквально на днях. Ну, в общем, давайте будем разбирать. И начну я с бьюти-бокса, потому что сейчас он есть в пробных товарах. Сейчас он стоит 973 рубля в пробных товарах, и это получается супер выгодная цена. Я когда увидела наполнение этого бокса, я поняла, что надо хватать, пока есть, потому что он получается действительно очень выгодный по цене. Пришел бокс вот в такой симпатичной розовой коробке. И что у нас здесь внутри? Внутри у нас есть полноразмерные продукты. Например, здесь есть полноразмерный серум от бренда Now Solution. Это сыворотка для лица с витамином С и с фируловой кислотой. Эта сыворотка осветляющая и подтягивающая. И вот этот полноразмер стоит 1087 рублей. А тут весь бокс стоит 980 рублей. То есть стоимость одной сыворотки даже из этого бокса уже больше, чем стоимость его бокса. Я пока ее еще не тестировала, ничего про нее не могу сказать. Но отзывов на нее, на iHerb очень много положительных. Многие ее хвалят. Еще один полноразмерчик в этом боксе это крем для лица с пикногенолом от бренда Azelic. И вот такая баночка стоит, если отдельно покупать, 1145 рублей. Это увлажняющий антивозрастной крем для лица с осветляющим эффектом. Он должен осветлять кожу, увлажнять, подтягивать и восполнять недостаток эластина и коллагена. Я его тоже еще пока не открывала. Но его тоже очень сильно хвалят в отзывах. А вот это средство из бокса я уже открывала. Это скраб для лица от бренда Sukin. У меня здесь 50 мл. Полноразмер, по-моему, 120 мл. И стоит около 1000 рублей. То есть тоже такая нехилая миниатюрка. Это очень мягкий скраб на кремовой основе. Тут такая мягкая, увлажняющая, смягчающая кремовая основа. Довольно много здесь скрабирующих частичек. Приятно он так отшелушивает кожу. Кожа после него очень мягкая, такая вот гладкая, сияющая. И прям как будто бы начинает дышать. Но, честно говоря, я не скажу, что я прям большой фанат скрабов. Я больше все-таки люблю скатки. Но это приятный представитель скрабов. Мне понравился. И еще у нас в этом боксе два вот таких вот средства. Это у нас масочка от бренда Freeman. Она очищающая. Это маска скраб. Она на основе глины. И она должна подходить всем типам кожи. Я думаю, что я ее оставлю для каких-нибудь путешествий. Также тут еще миниатюрка в объеме 20 мл мягкого очищающего средства для лица от бренда E-Cure. Здесь хороший состав. В составе нет сульфатов, парабенов, нет минерального масла, продуктов, нефтепереработки. Ну, в общем, здесь хороший чистый состав. Такая мягкая умывашка. И еще чуть не забыла. Тут еще есть одна миниатюрка. Это спрей для лица от бренда Derma E. Очень интересная штучка. Его я тоже уже начала использовать. Это спрей, который увлажняет кожу, тонизирует кожу. И главная его фишка заключается в том, что он еще защищает кожу от голубого излучения, которое исходит от экранов наших гаджетов, телефонов, ноутбуков, телевизоров и так далее. И это голубое излучение считается достаточно вредным. И вот здесь составит в спре есть лютеин. И этот лютеин помогает как бы блокировать этот голубой свет. И не то, что блокировать, а уменьшить негативное воздействие этого голубого света на нашу кожу. У него мелкое распыление. Он хорошо увлажняет кожу, не липкий. И его можно абсолютно спокойно брызгать прямо вот поверх макияжа, чем я сейчас и займусь. Он не растворяет макияж, быстро на лице высыхает и дает чувство приятного увлажнения. В общем, я думаю, что я эту штучку закажу себе в полном объеме. Но вот чтобы попробовать, такой миниатюрки в принципе более чем достаточно. Здесь целых 15 мл. Это хватит, чтобы распробовать 100%. В общем, девчата, я считаю, что бокс вообще классный по наполнению. Очень получается выгодный по цене. Если хотите попробовать, спешите, пока он есть в пробных товарах, пока он оттуда не убежал. Ссылки на все я, как обычно, оставлю внизу в описании под видео. И там же будет скидочный промокод, которым вы можете всегда воспользоваться. Еще одна очень выгодная по цене покупка – это набор санитайзеров для рук. Стоит 120 рублей. И в этом наборе два санитайзера. Один в формате спрея, другой в виде геля. И для меня самое важное, что это санитайзеры со спиртом в составе. То есть они реально дезинфицируют. А то я как-то брала на iHerb санитайзер, который оказался без спиртовой. Ну и что-то я как-то, честно говоря, не доверяю таким санитайзерам. Мне кажется, что не могут они никакие бактерии убивать какими-то там растительными экстрактами. В общем, лучше, чтобы был спирт. Здесь спирт есть, и его тут содержится 62% в обоих. И в жидком, и в гелеобразном. И помимо санитайзера, в этом наборе еще есть влажные антисептические салфетки. Ну, в общем, за 120 рублей, мне кажется, это очень выгодное приобретение. Какой здесь объем этих санитайзеров? Так, сделано в Корее. А вот объем я не вижу. Объем здесь 50 миллилитров. Ну, для сумочки самый такой удобный формат. Окей, следующее, что я заказала. Это моя повторная покупка. Уже не первый раз заказываю. Это лосьон для тела с маслом ши от бренда Palmers. Он бывает в разных объемах. Я беру самый максимальный, 400 миллилитров, потому что я это средство очень люблю. И оно прекрасно подходит моей сухой коже тела. Здесь довольно густой такой плотненький, жирненький крем. Он очень классно питает и восстанавливает сухую кожу на теле. Кожа после него просто вот мягкая, как попка младенца. Плюс этот крем еще очень приятно пахнет маслом ши. И удобно, что здесь упаковка с помпой. Уже давненько ко мне он пришел. Я уже практически половину, даже больше половины израсходовала. У меня уже вот столько осталось. Буду однозначно повторять. Буду однозначно повторять. Очень хорошая штука. И по цене он тоже там не такой-то дорогой. По-моему, где-то в районе 400 рублей стоит. Следующая покупка это пена для ванн без мыла с ароматом фруктов от бренда Nutribiotic. Здесь 473 миллилитра. Такая увесистая большая бутылочка. Сразу скажу по поводу аромата фруктов. Выраженного запаха фруктового здесь нет. Здесь очень такая деликатная, нежная фруктовая отдушка. То есть прям сильно как-то химозно в нос бить фруктами вам не будет. Запах очень деликатный. Мне понравилась эта пена своей мягкостью. Она супер мягкая, нежная. Кожу вообще после ванны не сушат. Плюс она очень хорошо пенится. Эта бутылка у меня 100% будет расходоваться долго. Потому что тут буквально из нескольких капель пены получается прям полная ванна с пеной. Также я уже сказала, что здесь в составе нет мыла. Здесь очень хороший, мягкий, классный состав. В составе есть алоэ вера. Формула здесь гипоаллергенная. И также еще здесь балансирован уровень pH. И нет парабенов. В общем, хорошая пена для ванн, нежная. Если у вас чувствительная кожа, если у вас сухая кожа и вы любите полежать в ванне с пеной, вот, возьмите. Это вообще супер вещь. В отзывах многие пишут, что даже купают деток в ванне с этой пеной. Потому что, ну, здесь действительно прекрасный мягкий состав. В общем, я очень довольна. Мне безумно эта пена понравилась. Раз я начала про средства для душа, давайте тогда продолжу. Взяла в очередной раз африканское черное мыло от бренда Mild by Nature. Это черное мыло с алоэ, с пшеницей, с плантаном, с витамином Е и с розмарином. Здесь брусочек весом 141 грамм. Был. Потому что его тут нет. Он у меня уже давно в ванне лежит. Осталась только коробочка. Беру не первый раз. Обожаю это мыло. Оно, опять же, очень мягкое. Тут прекрасный состав. Очень нежно пахнет. Хорошо очищает кожу без пересушивания. Я прям подсела на это африканское черное мыло. Я уже свою ванну, свои банные процедуры без него, честно говоря, не представляю. Очень хорошо смывает дезодорант с подмышек. Не всегда гель для душа тщательно способен смыть дезодорант с подмышек. А вот это мыло с этой задачей прекрасно справляется. При этом нежную кожу подмышек не пересушивает. А вот эта покупка меня очень разочаровала. Это натуральный ароматизатор безалкогольный, мадагаскарская ваниль. Я давно хотела себе приобрести жидкую ваниль. Насмотревшись разных кондитерских роликов и передач, где вот кондитеры в выпечку добавляют именно жидкую ваниль и говорят, что она лучше, что у нее богаче аромат, что в итоге ваша выпечка будет еще вкуснее, я загорелась найти себе жидкую ваниль. Увидела эту ваниль на херп. Она, кстати сказать, вообще не дешевая. Вот эта бутылочка стоила 878 рублей. И на нее вроде там и отзывы хорошие. Приехала она мне. Открываю бутылку и запаха ванили нет. Ну вот, ну вот просто его нет. Может быть, знаете, где-то вот если сильно принюхиваться, где-то там вот далеко-далеко-далеко на задворках есть этот запах ванили, но очень слабо выраженный. Я пробовала эту ваниль добавлять и в сырники, и в выпечку, и в кофе. Как пишут там в отзывах, что многие добавляют в кофе, что это гораздо вкуснее, чем ванильный какой-то сироп, что получается прям такой приятный ванильный привкус. Ну нет вообще никакого здесь вкуса ванили. Ну вот никакого. Я не знаю, может быть, мне попался какой-то бракованный пузырек, какая-то плохая партия. Не знаю, девчонки, если вы покупали, напишите, пожалуйста, вот как вам. Вот чувствуете вы здесь ванили? Для меня это вот просто пустая трата денег. Поэтому я посоветовать не могу. Недешевая вещь, и по итогу толку от нее, к сожалению, оказалось ноль. Следующая покупка – это щеточка для очищения и массажа лица, а также для вспенивания пенки для умывания от корейского бренда Etude House. Она в виде такой вот миленькой розовой медузы. Как ей пользоваться? Надо ее намочить, вот сюда добавить пенку для умывания, потом ее пожамкать, пенка как следует взобьется, и потом уже начинаем умывать лицо. Здесь очень удобные такие мягкие силиконовые ворсиночки, очень удобно этой щеткой подлезть в самые труднодоступные места, даже вот здесь вот на крыльях носа она вот прекрасно сюда ложится. Этой поверхностью очищаем и отшелушиваем кожу, а вот этими вот длинными щетинками уже делаем массаж кожи. Удобный бьюти-гаджет, недорогой, стоит 400 рублей. Если не хочется тратиться на дорогие силиконовые щетки для умывания, то это вот прекрасная альтернатива. У меня есть аналогичная вещь из FixPrice. Я купила, кстати, ее первую. И она мне вообще не понравилась. Она стоит, по-моему, где-то там 100 с чем-то рублей. Но это вот небо и земля. Здесь, знаете, это жалкая пародия на неповторимый оригинал, потому что здесь и щетинки вот эти вот для умывания какие-то слишком короткие. Они кожу не очищают, а просто царапают. Эта щетка плохо взбивает средства для умывания из-за того, что здесь слишком мало внутри поролона. Ну, в общем, хотели сделать что-то подобное, да, как делают корейцы, но не вышло. В общем, поэтому, если думать о такой покупке, лучше возьмите корейскую, чуть-чуть больше потратите, но она будет реально классная, и вам пригодится и понравится. Следующая покупка – это псиллиум в капсулах. Псиллиум – это шелуха семян подорожника. Я раньше покупала шелуху семян подорожника в формате порошка. То есть ее надо было разводить в водичке, не очень удобно ее было принимать. Тут я увидела, что есть псиллиум в формате капсул. И тут помимо самого псиллиума, помимо самой шелухи семян подорожника, еще в составе есть яблочный пектин. Для чего эта шелуха семян подорожника нужна? Это источник клетчатки. Она очень классно налаживает пищеварение. Если есть какие-то проблемы со стулом, с запорами, вот, это просто супер вещь. Очень хорошо помогает наладить пищеварение. Кстати, если есть проблемы с прыщами, с высыпаниями, очень многим псиллиум помогает и отпрыщает. Сбавится, когда налаживается работа кишечника и ЖКТ, высыпания с лица проходят. Здесь достаточно большие капсулы, но, в принципе, для меня не составляет труда их проглотить. Главное, если вы пьете псиллиум, пейте очень много воды. Обязательно нужно пить много воды с клетчаткой. Иначе вы себе, наоборот, только усугубите проблемы с ЖКТ, а не улучшите. Поэтому обязательно пьем много водички. Здесь у меня в упаковке 360 капсул. Банка прям с мою голову размером. Банка большая. Но, по-моему, там есть и поменьше объем. То есть можно взять поменьше на пробу. Следующие мои покупки – это орехи. Я подсела на орехи с iHerb, потому что у них просто умопомрачительно потрясающее качество. В магазинах я таких качественных орехов не встречала. Вот реально орехи просто идеальны. Я заказала фисташки. Мы с мужем обожаем фисташки. Это вот просто какой-то наркоманский орех. Можно сесть и прям сидеть, наяривать эти орешки. Уже челюсть болит от жевания, но не можешь остановиться, потому что они такие вкусные. Фисташки здесь просто идеальные. Они хорошо обжаренные, в меру не горькие, не прогорклые, в меру соленые. Все фисташки крупные, хорошо раскрытые. Такие вот плохо раскрытые орешки попадаются, ну, прям, ну, может быть, 2-3 ореха из всей пачки. Либо вообще может не попасться ни один. То есть прям качество идеальнейшее. Вот заказала два пакета, один уже практически съели. Также заказала очень полезный орех. Это бразильский орех. Здесь в упаковке 284 грамма. Это источник селены, это источник магния, полезных жиров. В общем, бразильский орех – это просто кладезь витаминов. Это сырой орех, не обжаренный и без соли. Тут такие вот крупные орешки, тоже очень вкусные. Такие жирненькие, сытные. Буквально 3 орешка есть уже не хочется. Еще заказала пакет жареных соленых кешью. Тоже очень вкусные, в меру жареные, не пережаренные, в меру соленые. Просто идеальные. Тут больше вот другого слова не подберешь. Идеальные. Еще заказала попробовать вот такую интересную смесь. Здесь орехи макадамия, орехи кешью и кусочки манго. И все это в глазури из коричневого сахара и со вкусом еще ванили. Тут еще ваниль добавлено. Вкусные, но не могу сказать, что я прям вот хочу заказать их снова. Вряд ли я буду брать их снова. Но вкусненькие, сладенькие. Кто любит такие вот сладкие смеси, можно попробовать. По качеству вопросов нет, но мне как-то вот этот вот ванильный вкус не знаю. И еще одна смесь, которую я, кстати, еще не попробовала. Сейчас попробую вместе с вами. Здесь у нас корица, здесь у нас вяленая вишня, яблоки и грецкие орехи. Ну-ка попробую вместе. О, пахнет корица. Мне кажется, что вот это мне понравится. Ну-ка. Да. Вот эта смесь с корицей мне нравится гораздо больше, чем смесь с ванилью. Вот это вкуснее. Вот эти я возьму повторно, а вот эти с ванилью нет. Ой, пахнул. Короче говоря, орехи на iHerb шикарные. Вот такие у меня покупочки. Я надеюсь, что видео вам понравилось. Ссылки на все ждут вас в инфобоксе. Там же будет скидочный промокод. Пожалуйста, поставьте лайк, если видео вам понравилось. И подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые ролики. Кстати, у меня есть отдельный плейлист с обзорами на покупки сайта iHerb. Поэтому, если хотите посмотреть другие мои покупки, то переходите в этот плейлист. Там много видео. На iHerb я заказываю постоянно. И постоянно снимаю обзоры на свои заказы. Все, я с вами прощаюсь. Пока-пока. До встречи, мои хорошие. Субтитры сделал DimaTorzok